Здарова! Это обзор от Moborg, я трэш и сегодня у нас обзор тактической стратегии под названием Stealing. Stealing, к слову, это имя революционера альтернативной вселенной, захватившего чужие земли и построившего на них свое государство. Народ, не желающий мириться с происходящим, построил универсальный танк будущего, способный отвоевывать участки земли. Но не стоит искать связь с реальными событиями, политический заговор кого-либо или тайный посыл. Игра разрабатывалась долгих 17 месяцев всего одним человеком, который по ходу игры рассказывает о своих приключениях по забытой гигиене и брошенным на произвол судьбы котом по имени Птыщ. Я говорю про это потому, что юмор и личное чувство разработчика являются неотъемлемой частью игры, дополняющей ее и придающей ей какой-то душевности и простоты. С самого начала игра предлагает вымыть руки, подумать о близких или вообще не играть в нее. Ведь вокруг хипит жизнь. Что же касается геймплея, то тут все просто и понятно даже по видео. Есть куча уровней с завоеванными участками локации. От тебя потребуется подрезать их так, чтобы солдаты не коснулись танка или его следа. Обрезая пространство между солдатами, вы только построите новую ограду, которая с одной стороны облегчает задачу не столкнуться с несколькими солдатами на пути, а с другой тратит бочки с топливом, которых у тебя будет ограниченное количество на уровень. Отвоевывая участки с бочками, ты сможешь пополнить топливо для большего количества ходов. Солдаты бывают различных типов, от передвигающихся по определенной траектории до патрулирующих контуры ограды. Каждое деление ограды будет вызывать новый прилив паники солдат, из-за чего они будут передвигаться еще быстрее. Так что большинство уровней будут заставлять обдумывать дальнейшую стратегию действий. Ну а при желании можно понизить уровень сложности. Это уменьшит количество солдат, необходимое соотношение завоеванной территории и добавляет бочки с топливом. Но больше двух звезд на легком уровне тебе не получить. В общем, Стилен это хороший, нетребовательный там киллер с забавным сюжетом и интересным геймплеем. Ну а если кто-то захочет поддержать разработчика копейкой, то в последующие 7 дней игра будет продаваться в маркете за 149 рублей вместо 228. Мелочь.